Этот курс, так как мы говорим о визуализации биологических объектов, в основном будет посвящен оптической микроскопии как наиболее используемой части. В составе оптической микроскопии мы с вами рассмотрим обычный составной оптический микроскоп, как его настраивать, какие у него есть элементы, какие есть особенности его настройки. Достаточно много времени поговорим о визуализации низкоконтрастных объектов, то есть, например, прозрачных клеток, срезов и так далее без дополнительной окраски. Поговорим о флюисцентной микроскопии и как разновидности флюисцентной микроскопии, соответственно, оконфокальной и двухфотонной микроскопии. Также затронем немножко тему сверхразрешения, возможности получения разрешения лучше, чем позволил бы дифракционный предел без применения дополнительных методик, и о некоторых специальных методах. Кроме этого, понятно, что в биологических науках у нас достаточно хорошую позицию до сих пор занимает электронная микроскопия, и несмотря на то, что, конечно, специальные методы и методы сверхразрешения подходят к, скажем так, к середине разрешения электронной микроскопии в некоторых случаях, она, конечно, имеет свои плюсы большие. Поэтому мы с вами поговорим о трансмиссионной, то есть просвечивающей электронной микроскопии, и о сканирующей электронной микроскопии. Если будет интерес, мы можем четверть лекции посвятить также зондовой микроскопией, ну, как одному из вариантов такой микроскопии, это, соответственно, атомно-силовая микроскопия, которая тоже имеет достаточно хорошее представление теперь в биологических науках. Мы поговорим о развивающемся направлении, которое появилось лет 10 всего назад, это так называемая молекулярная гистология, когда можно получить изображение не в оптическом уже диапазоне и не в электронном микроскопическом диапазоне, а получить для каждой точки вашего препарата некий набор веществ, которые могут ионизироваться. То есть, по сути дела, для каждой точки препарата вы получаете запись соотношения массы и заряда для ваших аналитов, для тех веществ, которые у вас находятся на препарате. То есть, по сути дела, масс-спектрометрия для каждой точки препарата. Понятно, что метод очень интересный, только начал развиваться, поэтому, конечно же, далек от такого применения, скажем, рутинного, тем не менее. И мы должны будем рассмотреть, конечно же, методы визуализации больших объектов, целых животных или каких-то органов. Это в виде первого метода будет компьютерная рентгеновская томография, это будет позитронно-эмиссионная томография и ядерно-магнитно-резонансная томография. Это то, что мы должны в этом курсе будем с вами рассмотреть. Ну и если попытаться сравнивать все эти методы, во-первых, размер объектов, которые мы хотим с вами исследовать, потому что вы согласны, наверное, что для объектов совсем небольшого размера, отдельные, скажем, молекулы или какие-то макромолекулярные комплексы и целого животного, вряд ли у нас будет один метод, который позволит одинаково хорошо исследовать и тот, и тот уровень организации материи. Поэтому, конечно же, первое, о чем можем поговорить, разница этих методов, это разрешение, которое можем достичь. Какие минимальные два объекта на минимальном расстоянии можем различить как отдельные объекты. Второе. Так как мы все-таки работаем с вами с живыми объектами, во многих случаях нас интересует еще и разрешение по времени. С каким разрешением по времени мы сможем наблюдать наш объект. То есть какие процессы мы сможем в итоге изучить на одном и том же объекте. И здесь, конечно, есть методы, которые позволяют получить только уже зафиксированный образец и ни о каком временном разрешении мы говорить не можем. Например, электронная микроскопия в силу ряда обстоятельств. В некоторых случаях, если мы говорим о обычной филюресцентной микроскопии или микроскопии проходящего света, это могут быть миллисекунды. Если мы говорим о, скажем, позитронной эмиссионной томографии, это минуты. Ну и если МРТ, это секунды. То есть, как видите, у нас есть возможность все методы, которые мы будем с вами обсуждать, таким образом как-то упорядочить. Обратите внимание, нет ни одного метода, который бы позволил нам работать во всех этих диапазонах. Его никогда и не будет. Поэтому, к сожалению, визуализация будет включать целый набор различных подходов. И нам придется с вами затронуть в том числе и физические основы различных методов. По структуре курса. Раньше у нас было 12 лекций. Сейчас у нас в расписании стоит 9 лекций. Но я надеюсь, что нам некоторое количество лекций или семинаров добавят. И мы их будем использовать для того, чтобы все-таки весь материал обсудить. У нас будет во время этого курса три контрольные. По трем тематикам. Первое – это будет до филюресцентной микроскопии. Наверное, как раз когда филюресцентной микроскопии начнется, это будет первая контрольная. Вторая контрольная – от филюресцентной микроскопии, конфокальной микроскопии, электронная сканирующая, электронная просвечивающая. И третья контрольная – это методы визуализации крупных объектов, позитронно-эмиссионной томографии, МРТ и так далее. Рекомендуемая литература. По оптической микроскопии – это, конечно, учебник Мерфи. И в дополнительных материалах к этому курсу лежит старое издание этого учебника. Скажу сразу, между новым и старым изданием различия небольшие, но новое издание гораздо лучше оформлено. И новое издание доступно через нашу Горьковскую библиотеку. Я думаю, что все умеют пользоваться электронными ресурсами этой библиотеки, поэтому в виде такого квеста до следующего занятия попробовать найти в нашей библиотеке эту книжку, попробовать ее посмотреть, ну и, соответственно, это будет наш учебник на большую часть курса. Кроме этого, есть обучающие материалы на сайте разных производителей – Найкона, Лейки и так далее. Они тоже могут быть полезны. Есть очень короткая статья, буквально на несколько страниц, которая на тройку может вам дать понимание о оптической микроскопии. Это Девинсон-Абрамович, Optical Microscopy, лежит тоже у нас в дополнительных материалах, можно с ней ознакомиться. Для тех, кого заинтересует конфокальная микроскопия более подробно, есть тоже два хороших учебника. Опять же, они есть в нашей Горьковской библиотеке в электронном виде, так что туда можно даже не ходить. То, что касается электронной микроскопии, одного учебника я, к сожалению, посоветовать хорошего не могу, поэтому в виде такой рекомендации, вот ХАЯТ, соответственно, принципы и техники электронной микроскопии, но нашего курса лекций будет достаточно для того, чтобы задать эту часть на хорошую оценку. По магнитно-резонансной томографии для начала можно взять вот такую переводную книгу. Единственное, сразу хочу сказать, перевод этой книги ужасен. Она русскоязычная, но перевод, конечно, совсем сложный, но сама вся книга весьма хорошая, достаточно удобная для понимания. И если кого-то заинтересует зондовая микроскопия, в данном случае микроскопия атомно-силовая, я могу порекомендовать вот такую книгу. Рекомендуемые онлайн-курсы. Первый курс на английском языке, на мой взгляд, очень хороший, охватывает гораздо больше, чем курс, который мы с вами будем проходить. В основном, конечно, оптическая микроскопия. Крайне рекомендую его посмотреть, если какие-то вещи будут непонятны, к нему обратиться. Также я буду выкладывать наши лекции на YouTube-канал, на свой, вот его адрес. И в случае необходимости можно будет вернуться к пройденным лекционным материалам.